МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что современный человек должен быть просвещенным. Но что такое просвещение? Мы привыкли считать цветом просвещения, цвет знаний. Однако Церковь напоминает нам. Господь просвещение мое, цвет Божьей любви, вот что сегодня так не хватает современному миру. О христианском понимании просвещения, образования и культуры шла речь на 18-х свято-трифонских образовательных чтениях, которые открылись здесь, в областной библиотеке имени Герцена. Последуем и мы за участниками чтений. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возрождение государства начинается, конечно же, с духовного возрождения. И ту школу, которую основал и заложил преподобный Сергей Радонежский, его наследником и предположателем на нашей с вами земле явился преподобный Тихон Вярский, который является нашим с вами детским покровителем. Еще и еще раз поздравляю с открытием чтений и желаю помощи Богу Божию на этом поприще, на работе этих чтений. Уверю, что они всегда служат в пользе для нашей с вами земли. И не только являет, что в настоящее время присутствует такой фактор как сработничество и между светской и духовной властью по возрождению нашего государства, но и в то же время служат и объединением в нашем обществе и формирование его внутреннего духовного мастерства. Спасибо, Господи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я питаюсь студентами, поэтому я сюда ехал, конечно, к студентам-филологам, к студентам-историкам, к медикам с циклом встреч, бесед, общения. Я очень рад тому, что Трифновские чтения благодаря миссионерской комиссии Вятской епархии, Вятской митрополии стали таким пространством встречи. Людей из очень разных миров, студентов со священниками, преподавателей вузов вятских, ну, с миссионерами, с аполлодетами. И мне кажется очень важным то послевкусие, которое останется, я надеюсь, в сердцах и сознании ребят после наших встреч, которое подскажет им, что мир православия гораздо шире и богаче, и гораздо менее трафаретен, чем они могли думать до того. Что, конечно, церковь – это не опора государства российского и не институт повышения рождаемости. Церковь – это Христос. Это удивительная радость, из которой уже все остальное происходит. И здесь есть место всей культуре, всей науке, каждому человеку. Лишь бы он развернул себя к правде, к вечной жизни. Я считаю, что и в семье, и в детском саду, и в школе и так далее, прежде всего у нас должна быть воспитана у нас любовь. Любовь ко всему. Сегодня в зале у нас как раз приглашены те люди, которым это интересно, которые заинтересованы как раз в воспитании детей, подростков, нашей молодежи, в духовно-нравственной такой позиции, а не в позиции просто научить какому-то предмету. Здесь представители всех школ города, здесь представители наших патриотических клубов. Почему их это волнует? Когда было в 90-е годы, учитель приходит в класс, 45 минут отвел урок, и вроде как больше ничего его не касается. Так вот, слава Богу, к счастью, это время уходит. И уже сегодня большинство учителей понимают, что если они не будут заниматься еще и воспитанием детей, как раз в плане духовно-нравственного воспитания, то у нас не получится здоровой нации. И не будет у нас того, что мы хотим сегодня иметь в нашей стране. И не случайно в нашем городе создан этот центр, задача которого является объединить все усилия тех школ, учреждений всех образовательных, не только среднего образования, но и детских садов, и высшие школы, для того, чтобы мы могли как раз воспитывать уже детей духовно-нравственного развития. Мне кажется, что было полезно такое знание и понимание истории и культуры православия. Даже если ты его не исповедуешь, в конце концов, да, у нас есть мусульмане, да, у нас есть люди, атеисты по своему убеждению. Но вместе с тем, вместе с тем, мы не говорим о том, что человек должен исповедовать после этого православия, что будет прав, будет регулярно исповедоваться, приступать к причастию. Нет, речь не об этом. Это действительно религиозная жизнь, духовная жизнь, это потребность сердца. Но элементарно быть невежей, не знать свою историю, это не к лицу ни одному русскому человеку. Я думаю, что школьники должны более глубоко знать и понимать историю и культур нашей страны, а мы не делим от православия. Питаю глубокое уважение к советской педагоге, потому что я сам окончил еще советскую школу, и ничего плохого о школе я сказать не могу, потому что школа учила добру. Дети все впитывают. Ведь ребенок рождается, он как раз познает мир. И какой он мир сегодня познает? Он достаточно жестокий мир познает. Школьники советского периода и современные школьники значительно друг от друга отличаются. Людям, которые не работают в школе, порой не ведут эти проблемы, которым подвержены наши подростки и наши молодежи. Поэтому здесь порой действительно бачки берут, как палочки-выручалочки. Когда уже остальные средства просто не работают, когда наступает такой глубокий кризис, когда дети уже подвержены вредным привычкам начинают чуть-чуть не с начальной школы, эти проблемы усиливаются. По мере приближения к подростковому возрасту действительно на бачку стоит, как палочка-выручалочка. Бачка сделает что-нибудь. Мы просто не справляемся. С этим прибегают чаще всего, когда уже грянул гром. Мы же работаем над тем, чтобы этот гром не грянул. Работаем на предотвращение этой ситуации. Предлагаем заведомо, начиная с детского сада, начиная с начальной школы, обратить внимание на такую область, как духовно-нравственное воспитание. Иногда духовно-нравственное воспитание понимают, как будто кто-то кого-то призывает просто приходить в храм и бить поклоны. Как раз нет. Духовно-нравственное воспитание это очень широкое понятие. Сюда входит и культура, и образование, и здравоохранение, и спорт. Это всё духовно-нравственное воспитание. И главное, это нужно уметь соединить. Миссионер — это филолог. Филолог, в переводе на русский язык, — это тот, кто любит слово. Филология, любовь к слову. Миссионер — это тот, кто любит слово с большой буквы. Слово Божие, которое становится плотью, приходит в этот мир, чтобы спасти этот мир от ления и смерти. Вот этому слову мы служим. Сыну Божию, ставшему и Сыном Человеческим, Христу. Чтобы немножко больше света было в этом мире, чтобы людям стал понятнее мир Андрея Рублёва, радость преподобного Сергия, красота музыки Георгия Сверидова, Сергея Рахманинова. И самое главное — возникает пространство общения. Мы начинаем понимать, что фундаментальная наука и серьёзное богословие — союзники в мире вот этих вот псевдорелигиозных практик, оккультных, которые утаскивают и наших студентов, и аспирантов, в неизвестном направлении уводят их, ну и разрушают души людей, о чём беспокоит церковь. Есть, конечно, какие-то у нас пересечения и с государством, скажем, я вот много лет уже являюсь экспертом комитета Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей. Как результат вот эти поправки, одни их тишину перед тем, как совершить аборт для женщины, о том, чтобы ей всячески была оказана помощь за это время и так далее. Список очень большой тех пространств, в которых мы должны присутствовать. Обязательно, конечно, это дети и подростки. Цель этой секции – показать значимость здорового образа жизни для современной молодёжи пути к формированию здорового образа жизни. Это одно сейчас из приоритетных направлений государственной политики воспитания молодёжи. Ну и, безусловно, связь православных традиций, православия и такого сложного направления сейчас, как формирование здорового образа жизни. Мы планируем, что в секции будут принимать участие те, кто заинтересован, и кому интересна эта проблема, то есть мы специально аудиторию не подбирали. То есть те студенты наши, которые заинтересованы и которые участвуют в проектах. Здесь есть педагоги дополнительного образования, с которыми мы сотрудничаем в плане развития волонтёрской работы. Здесь, безусловно, будут преподаватели, те, которые свободны от занятий, те, которые интересуются проблемой и смогли посетить. Ну и, безусловно, прихожане, те, которые тоже неравнодушны к данной проблеме. Любой человек, обращающийся в больницу, он надеется на милосердие. Также он надеется на милосердие и приходя в церковь. Это такие два места, где человек ожидает только милосердия, понимания и ожидает помощи. Взять нашу социальную науку, в чём она сейчас заключается? Не просто помочь человеку, а грамотно помочь. А это не так просто. Одно дело, разовая помощь, а другое дело, когда уже помощь оказывается долго, два года. Здесь надо много над этим работать. Весь доклад Людмилы Геннадьевны Сахаровой чем пронизан? Заботой о человеке. В первую очередь, когда есть забота о человеке, это всегда Богу угодно. С отцом Георгием мы сотрудничаем. И сегодня может быть первое у нас общее мероприятие, именно такого обобщающего плана, может быть, которое положит начало, как мы планируем, сотрудничество в плане работы со сложными палеотивными больными. То есть такое мы ставим. Но пока это направление очень сложное. А честно говоря, как его развить, как приобщить наших студентов, мы еще, может быть, не до конца представляем. Ну, по крайней мере, может быть, наметить те направления, которые будут интересны и полезны для воспитания наших студентов. Академик Бакири, известный кардиолог, он говорит, что найдите обувь, удобную обувь, и выходите, гуляйте хотя бы час каждый день. И сбросите лишний вес, и перестаньте пить, и курить, и очеловечитесь. Потому что православие знает о том, что человек сложен, в нем и душа, и тело, они связаны. И надо и о теле тоже заботиться, не только о душе. А мы скажем, что вы идите на улицу и идите к ближайшему храму, сходите в монастырь. Еще и о душе позабоитесь, помолитесь, она тоже нуждается в чистоте. 18-е свято-трифоновские образовательные чтения продолжают свою работу. И мы будем рады, если этот опыт соработничества между церковью, учреждениями образования и культурой будет полезен для всех участников чтений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok